Визаж соломит, а эти будут роумить. Ну потому что что-то непонятно. Что-то, короче, ВП тут нашифровали очень серьезнейшего, и я прям не знаю даже, как, что, куда и к чему. Ого. Ну да, не, ну если присмотреться к вот к этому пику, от Cloud Man, когда играют, у них Визаж там чуть ли не главный кэрри. Он там фармит все время, и по факту его можно иззачать. 17-ю минуту он выносит максимум. Если выносит позже, то это уже печальный результат. Ну да, и он типа... И у него левел всегда очень большой, он только и делает, что фармит этот АЮ. А этот, то есть сумасшедший Eternal Envy, он берет себе Mask of Man, сбегает, фидит, и все. Просто ауру дает всем, потом... Кстати, как ты относишься вообще к тому, что они сейчас вот массово, например, в Китае, да, вот за последнюю неделю, а до этого даже не Eternal Envy? Они на Draw Ranger начали после Мидаса и ПТ Даггер покупать. Ну, подсмотрели у Envy. Ну, я не знаю, китайцы, они же тоже учатся. Приехали, американские два команды разбомбили их, они, походу, начали... Не, ну, Вингу взяли, последним пиком, но учитывая, что здесь абсолютно первым баном зашел Тинкер против Virtus.pro, то, в принципе, я думаю, да, смотрят они реплеи. Ну, да, 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 должны смотреть реплеи. Ну-ка и смотри, что же будет. Ну, походу, да, походу, это год все-таки на Патме. То есть это Суммит Атма у нас? Мг, не каждый день, не каждый день. Мг, да, действительно, не каждый день мы такое увидим. А, и Рошан на первом уровне, более того. О, боже, серьезно? Блин, на лане, ну что за бред? Сейчас же зрители начнут кричать, и ничего не получится. Ну, да ладно, это ВП, и все знают, что ВП на первых лвлах бегает бить Рошана. Ну, это было при мне, но тут смотри. Не, ну смотри, насколько хороши как бы стрички наши, они идут чекать прям теленаправленно, вроде бы, или нет. Ну, ты помнишь, что, ну, как бы на интернешнале, даже в интервью, когда мы брали, говорили многие команды, что там ВП, Фаст, Рошан, и так далее, и так далее, и так далее, что эти сейчас такое дело. Да, их лундищиеся чекать, сейчас будет очень пьяный. Сейчас будет замес, да, непонятно, на самом деле. Там все-таки темы-то очень много, ДПС одно. И вот, вот, лундистый лун. Ой, сразу же ферсплант делают, лундиди убивает, но четверо встанет, Жотм идет отдаваться Рошану. Хотя не надо отдаваться, он там еще полезный. Будет сейчас этот Жотм, размен пока 2 в 1 в пользу Виртуз Про, и это будет 2 в 2. Ну, только раз Жотм все-таки отдал Сарошану, а нет, там будет 3 в 2, наверное. Да, Ёл еще умрет, Жотм отдал Сарошану, ему, кстати, повезло, что он смог это сделать. Ну, вообще ФБ забрали Виртуз Про, и Жотм отдал Сарошану, так что размен, в принципе, в их пользу, но тут одна проблема. Ну, фиг за это, посмотри даже по графикам, деньги. Чуть-чуть в пользу Виртуз Про, и Кспа чуть-чуть в пользу Танкфу. Ну, это все неважно. Тут одна проблема, что закупы у них средние, прямо скажем, из-за этого. Ну, типа да, и вкачанный, ну, ну, давайте посмотрим по героям. Грейвчилл у Визажа ничего страшного, а у Родровки ничего страшного. Стрела у Патмы, в принципе, тоже в миде ничего страшного. Пиньки у Фуриона, ну, нормально, и у Жотма Брейнсап. Ну, такое, в принципе, ничего критичного. Абсолютно ничего критичного. Все вполне играбельно, нормально, нормальных понабирали этих. Нормальных скилл понабирали. Ну, да, да, в принципе, да. Ну, так, потратили немного денег там на смог. Базилка у Фуриона там, средняя тоже это. А так, нормально. О, кстати, КСЯУ-8 фармящий Винга. Да, у Тонг-Фу Убни у нас 8 фарм... Да ладно. Ладно, 820 играет Саппорт Скайра с Магом, Лонг Ди Ди, как всегда, на своих Санкингах, Жоу в миде на Ликантропе, и Ди Ди, сложный на Бристлбеке. Вот так вот. Интересно, надоело Ди Ди за свою жизнь, наверное, бегать на запортах. Попросился, давайте, ребят, я пойду в сложную. Покажу, что там делать. А КСЯУ наоборот. Да, КСЯУ наоборот. КСЯУ решил, что все, я вот это вот терпеть ими Тейдхантерами больше не намерен. Сколько можно, чтобы на меня потом все орали, что я во всем виноват. Я неправильно выгонул. И то, миллион выиграл, и все равно все троллят КСЯУ-8, а что он, или мои ульты дает. Ну, что это вообще за... что происходит? Так можно. Да, фиг знает, но, на самом деле, у нас троллят, мне кажется, в Китае все боготворят его. Не, ну это понятно. Все-таки КСЯУ-8, мы, конечно, сильные товарищи. Ладно, год в миде начинает очень хорошо. У него мы видим 8 на 3, 5, 1 у Ликантропа. Должен вот тут Джоу гонять по максимуму. И вот сюда бы Жотман на минутку. Ну, вообще, да. Роуминг должен быть. Вообще, сильная сторона Virtus.pro обычная. Это именно вот роуминг начальный какой-то. Пока роумингом не пахнет. Более того, нету Сентрей. Ой, в смысле Сентрей. Смаков нету вообще. Ну, один мани уже проюзали вначале, новых нету. И вот Жотман пошел вроде. Но он без смака идет, поэтому спалится по руне, ой, по варду и все. На руне вот сейчас спалится. Ну, кто проконтролирует руну хотя бы. Да, забрал ДД и сейчас отгонят. И, наверное, Бритлбэк от Сентрейа подальше. Да, Сентрей должен бежать. Прекрасно понимаешь, что есть битбольная. У БЗЗ тем временем с Крипстатом не так-то все хорошо. 9 на 2 у БЗЗ. А Сезой погибает. Справа у него нету мана на ТП. Но ТП бы его не спасло. Да, далековато он зашел. Ну, а тут как раз был заган в смаке. То есть тут до смаке нашлись. И более того, если еще один смак, могут еще аккуратно сходить. Ну, ОБи опять-таки бежали на Рошана без смака, как вы помните. Так, то у них в запасе был один. Ну, Жотом побегал немножечко на ТОП. Сделал вид, что бежит. ТОП сделал вид, что в МИД бежит. И в итоге возвращается в Лиса. Решил делать здесь, что он тут решил. Просто СДД фармить Лиса, пока она еще действует. Но она уже не действует. Ну, в итоге, да. В итоге Жотом не сделал ни стаков никаких. Ничего не зафармил. Ничего не отвел. Бристлбэк там фармит более-менее у себя. Ну, левел хотя бы фармит. А Жотом просто пробегал. Игра в Virtus.pro немножко не так, как обычно. Обычно там есть смоки. Они в смоках делают какие-то ганги. Часто эти ганги получаются. Потому что на работу у них, в общем, это... А сейчас все немного не то происходит. Ну, вот все хорошо, правда, только вот в МИДе. Ого, да. А вот остальные элементы игры, да. Действительно, как-то пока от начала не очень хорошие. По идее, я так полагаю, ВП должны бы сейчас пушить. Вот сейчас, к тому же, Жотом зафейлил со сводом. Не специально. Но у него так получилось. Одного клипа, правда, он ворует. Ну, в общем, должны они, по идее, пушить. Ну, ты смотри. Пытались цепануть Диде. Пытались цепануть Диде. Но он решил так немножко на Йола побаковать. Жотом все равно не успевал. У Жотом в два. Прыцап слип в единичку имеется. Ну, вот как-то вот непонятно, что сейчас делать. Куда-то снизу опять проблемы у Седого. Да, вот Комкас и Шот, минус Армор, Станы, минус Седой. Ну, вот, смотри. Смотри, Седой умирает. Сверху лайн пушится. Седой пролетает наверх. И забираются два тавера. Это, по идее, так, должны сыграть. А с Верту Спрос, Седой должен лететь просто наверх сейчас. Там катапульта, там аура, там все на свете. И пеньки. Он летит вниз, он летит вниз и дальше вторым левлом. Я не знаю, что он тут будет. А что он сделает наверху? Ну, что толку? Ну, у него есть два пенька. Как он там поможет? Не, ну как? Ну, еще, ну, блин, у него свой дем. У него базил, во-первых. У него свой демэдж 70 и пеньки, в конце концов. Хоть и два, но все равно пеньки. Ух ты! Я не знаю, почему они не пушат. Я не знаю, почему они не пушат. Вот даже китайцы, у них не пушущий пик, но они пушат тавер. А почему-то тут отводятся крипы до сих пор. То есть они сейчас опять слили крипов вон в плиту и не пуши, да. Ну, хоть Катапульта не умерла. Очень страшно, она сейчас умрет, что здесь нету крипов, встреча далеко идет. Очень страшно, она сейчас умрет. Ну да, то есть им как бы Катапульта добекает пардию, я хочу пушить, но почему-то пушить не происходит. Так, под мадо Ланли, чтобы спасти Сидова на этот раз, который там, опять-таки, чуть не подставился. И сразу вниз ТП делаем год, но тут смысла, конечно, немного в этом всем. Под дроу рейнджер на топе минус бесслбаг. Вот так вот, без бейна вдвоем. В инвизии забирали, засловили, расстреляли. Хоть убили кого-то, это хорошо. Кот с ТП, конечно, что сделал непонятное, но... Я вообще не знаю, что делаю, может, он как-то начал делать, так полетела стрела, и... Мим Жоу, Жоу вообще с места не двинулся, просто стрела пролетела. За стрелой, он говорит, что там происходит. Ну, Кот, наверное, хотел просто напугать, ну, в принципе, он свою роль исполнил. Ну, то есть, напугал-то он напугал, но какая разница, сейчас китайцы вернутся, и Тауэр будут добирать все равно, а ТП уже нет у тебя. И кулдаун еще 20 секунд. Да, ну, тут должны Тауэр добирать, там, тем временем, опять-таки, проблемы у Йоула. Йоул пытается сделать просто ТП отсюда, это правильное решение, потому что он просто так бы, когда у Брис Лобака, не убежал. Ну, убежал бы, наверное, после Слим, но все равно пришлось бы ликнуть домой. Ну что, первая вышка падает, Винга ее забирает. Очень странная Винга, которую, напомним, Аркан Тапкин на данный момент. Да, странная, ну, походу, что вот эта вот Трепла, видимо, парня, они сейчас все купят, все, ну, Лонг ДД пока не будет, он Блинк, наверное, фастфармит. А, видимо, 820 тоже купит Аркан Тапкин, а они будут такие, ну, то есть, тут нет среди них и Кэрри-то толком, они, видимо, будут бегать, просто скиллы кидать. Ну, типа, нет, ну, Лонг ДД, это какая-то жесть, 1800 у него на 6-ой минуте, считывая, что он на 6-ой минуте, откуда деньги? Очень много денег, но, на самом деле, ну, один килл сделает. Так, ДД, на топе, отлично, опять-таки, БЗЗ-восыграл, есть сюда телепорт у нас, вот, ксалейт, стан по БЗЗ, не самая правильная идея, сейчас можно добираться ксалейта, а, нет, решили, что не стоит, могли бы, могли бы. Седого в игре не хватает, вот сейчас бы Седой был бы с ТПшкой, он бы прилетел туда, убили бы ксалейта, вызвал пеньков, начали бы пушить тавер, а Седой бежит пешком в это время домой и нуль талисман купил. Ну, не, 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 не пошли, потому что в эту же секунду Ёлл решил запулить опять очередной раз на дабл стак крипов, скорее всего. Ну, ладно, пока, скажем так, пока 5-4, пока ничего критического не происходит, но как-то вот не очень не нравится то, что происходит сейчас. Вот, Седой пытался загангать только что 820, снова не вышло, год туда бежал в инвизи, в итоге прибежал, но ничего не может сделать. Лунг Ти Ди да, у него очень много денег, но с другой стороны, ты знаешь, иногда вопрос, а нафига тебе блинк на пятом уровне, просто с ботинком? Ну типа да, прыгать, пугать людей и так далее, я что-то знаю, может быть для чего-то. Так, вот здесь год в инвизи пытаются разведать. Блин, просто Танкфу пушит уже второй тавер и забирает его, видимо, беспрепятственно вообще на миде, в то время как Virtus.pro не могут догадаться, ну спушит хоть один со своей дровкой, визажом, и фурионом, и хоть чем-то. Ну вот сейчас начали пушить слева. И, видимо, заберут, потому что Танкфу не собирается что-то делать, и Танкфу просто сами пушат еще тавер или на миде. Но я, тем не менее, следил за годом, который тут по лесам бегает, дал стрелу в лонг-диди в лесах, и все, что еще, убить его, почему не убьешь, Серега, ты же теряешь время сейчас? Или он решил до конца, но это сейчас бы закончено, печально. Virtus.pro занимаются... Я вообще не понимаю, что происходит, сейчас просто пола три тавера. Да, Virtus.pro забрали тоже тавер снизу, я это не обратил внимания, поэтому еще более-менее, размен получился два, как бы в два тавера, но просто уже тир 2 на миде я упал, Вот просто отдавать просто так свой тир 2 на миде, это странно какое-то решение. Да, абсолютно без размена, без драки, без ничего. Ну да ладно, БЗЗ у нас, мы видим, не стал покупать мидас. Делает он сразу то ли Медность, то ли Доминатор. Я не знаю, что будет делать БЗЗ, но правда у него запас денег неплохой. Две тысячи есть, и вот... Посмотрим, что там зайдет. Восьмой уровень. Ну они сейчас должны идти Рошан убивать, вот, в любую секунду. Другой вопрос, что... Не, Лонг Диди, вот Лонг Диди левела не хватает. Был Лонг Диди там шестой, седьмой, Рошана было бы очень тяжело забирать ВРТУСПРО. А так, конечно, Лонг Диди не опасен. Совершенно. Ну он из пятой, может на бэк порить, как бы. Если хорошо ворваться. Ну, в принципе, да, это не так тяжело, как было бы на седьмой. Слушай, слушай. Слушай, Ксяу фармит Мекку. То есть это какая-то кэри-суппорт Венгарда. Ну это, знаешь, такие, как делали, вот, роминг-патмат. Часто бывает. Аркантап, Мека, потом, не знаю, это Рел Блейд какой-то. Вот здесь точно так же может сыграть. Да. Ну то есть это... Слушай, я не знаю, такое редко увидишь. Это фармящая суппорт Венгарда. То есть она как бы фармит, но она как бы суппорт. Сейчас она ловит стрелу в лесу просто на ровном месте. Сейчас она ловит стрелу, да, и умирает. Хотя очень толстый Ксяу, но нет, конечно, он тут не уйдет. Ну и неплохо. Это пятый фарм для ВП. Они сравнивают счет на десятой минуте. На топе у нас сейчас, кстати, проблема будет у Диди. Он далеко зашел на Бристлбеке. Получает Брэйнсап. Ну и вот, вот он. Его едят, и он погибает. Да, и много фида, много фида. У Лонг Диди есть блин, который может убить Йолая, но он не хочет с ним подниматься. Йо-йо, малыш Лонг Диди, что ж такое? Да. Сбрались тут, понимаешь, комментаторы Интернешнала. Тут по натуре, кстати, они комментировали Интернешнл «Сжоу», Лонг Диди 820. Это три комментатора, которые комментировали «Клят Финал Интернешнл». То есть это, считай, посади меня с Каспером, сейчас милить, да, против, против кого-то там из Китая. Да, ну нет, пока как бы смотрятся они достойно, но вот пошли какие-то сейчас косяки непонятные, отдачи по одному, миссы с танами, это всегда не очень смотрится красиво, конечно Да, но они нигде толком не играли, они буквально только на каких-то там квалификациях, на какие-то турнирчики сыграли по-моему несколько игр Вы знаете, там ни в ВЦА, ни на Старладере, ни на других турнирах они не играли Да, странно играть в Вертва Схор, почему они не собираются никогда забрать Рошана, чтобы забрать Рошана и Вертва Схор достаточно просто послать туда дровку, пеньков и птички визажа, и всё, и Рошан упадёт там за 30 секунд Вот, они это делают, параллельно отвлекая в миде у нас к Сяо Уэйт, и будут пытаться сейчас вот эти вот два фамиляра, а тут он сейчас их потеряет, слава богу, не потерял Ну, контролёр Таур можно добить сейчас ими, постараться Таур, Рошан и живые фамильяры, ну ладно, один мёртвый Один мёртвый, один фамильяр погиб, да, ну и много сейчас зарабатывают, и более того Они в бочину сейчас зайдут, инвиз, инвиз, да Поубежали Поубежали Да, кстати, 1500 есть в ПТ Аквилла Банка, интересно, что будет покупать год, до этого временем купил у нас Вангвард, ну и что БЗЗ? А у БЗЗ, а у БЗЗ Яша, он, кстати, не стал грейдить Морбид Маску и сразу начал делать БКБ Интересно Ммм, а вдруг это Саша Яша, как, кстати говоря, делает... Ну, между прочим, Тернл Эндвит так делает, а Тернл Эндвит законодатель моды игры на... Дроу Рейнджер? Да, 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 да Ну, хорошо Можно Кстати, там в Дон Патче Дроу Рейнджер, по-моему, чуть-чуть подняли Не помню, что ей подняли, но что-то подняли Стрелы, по-моему, сделали к руки Да, еще чуть-чуть круче, но не сильно, не сильно Ну, просто заставляет их качать раньше И так все качают Ой, да ладно, Трилап, Теуэйта, заеделок Копнули у нас Лонг Диди Залетает Митик Флэр ЗЗ отсюда уходит, у Лонг Диди огромные проблемы Расстреляли Лонг Диди, но Джоу здесь, конечно, без СНР не отпустит Но это только первая смерть Гот Зарабатывает еще один франк Там есть байбайк от Сенкинга Гот погибает Джоу закрыли, надо его расстрелять Джоу расстреляли И это отличная драка Это минус 4, это будет минус 5 сейчас Просто браво Да, ну, просто... Просто, да, фит какой-то Более того, непонятно, Лонг Диди залетал сначала со станом без ульта И что-то... И они просто врываются Ну, вот это вот, пять ренджей под ау-рейдровки Плюс еще Патма была с ДД То есть там вообще смерть убийства по дамейджу Ну, непонятно, почему они так решили В итоге Тауэр все равно они не отдефили И... Как-то получилось очень плохо все для Тангфу ОБИ Или все хорошо для Virtus.pro даже, непонятно То есть, нафинтонили Ну, как бы, хорошо для Virtus.pro понятно Плохо для Тангфу ОБИ тоже понятно Но имеется в виду, что, как бы... Ну да, они сами выбрали этот маневр Этот маневр им никто не заставлял Они могли сплитпушить там, могли фармить вражеский лес, могли что угодно делать Да, ну что, 11 на 6 счет пользу ВП Продолжает фармить БЗЗ У него сейчас появится уже... 11-ый левел у него есть И по деньгах в ВП ведут уже 7,5 тысяч По XP ведут 8,5 тысяч По-моему, вообще... Да, и... Тут тяжело все, потому что вот этот Санкинг Он совсем вообще не отыгрывается Пока он очень какой-то ватненький Ватненький Да Ну, мы напомним, что команды, все команды, которые попали на Ланфинал Зарабатывают минимум по 7 тысяч долларов, то есть каждая из команд Хе, поэтому Лан Дидея уже радует Уже с баблом Но, простая, элементарная победа в одном матче, которая дает минимум третье-четвертое место Приносит уже 28 тысяч долларов в команде, так что... Довольно, довольно такой недешевенький мальчик у нас За 28к Ну да, да, в миди Не дешевень Не стал никого нападать Кстати, вот у Йола Аганим появится тоже довольно ранний На минуте двадцатой, я думаю, он у него будет уже готов Я, короче, Седому хочу руку сломать Правда, он здоровый, его не сломать Я, короче, ненавижу Блэйдмейл на Фурионе Это просто... Ну, ты же понимаешь, это мода Вот модно Ну да, да, модно И ты просто без мозгов, у тебя течет слюнайзер, да И ты собираешь его тоже И даже не понимаешь, что вообще, зачем делаешь ты Ну, подожди Но мы... Не, ну да, бреон умнее не становится от Блэйдмейла Хотя немножечко становится у него Плюс десять интеллигенса Немножечко становится, да Ну, просто Стоит он на вордах И паузу поставили И паузу поставили Потому что говорят, зачем ты стоишь на вордах? Ну, на самом деле, вот Пока паузу поставили, можно обсудить немножко но это же полное дерьмо, это же 2200 голды на итем, который, ну, дает немножко статов и вот эту обилку, защита от магии, так скажем, да, Skyrass Mage, например, вот Skyrass Mage тебя пытается убить, а ты такой включил Бледмейл, и он, типа, сам себя убил, но это же паблик, чертов паблик, это из паблика пришло, где, знаешь, прилетает Фурион такой один, потому что все ходят по одному, потому что это паблик, где-нибудь ММР 2000 пролетает куда-нибудь, а там Скаймаг, Скаймаг такой, ой, нифига, Фурион, все кастует от него, а Фурион включил Бледмейл, и, типа, убил его, ну, блин, никто так не работает в хексе. Не, ну я где-то видел в каком-то матче один раз или два раза. Нет, ну, понятно, оно где-то поработает, но, блин, это чертов паб, он может купить себе, это 3 хекса, на самом деле, ты можешь купить ультюмейтором за эти же деньги, и у тебя уже, как бы, ну, ты уже идешь хексу к полезному артефакту, реально, который игры делает, а не к Бледмейлу, который слот занимает, на самом деле, только тебе. Ну, есть разные мнения, опять-таки, по поводу этого Бледмейла, там Стоил, кстати, поймал ДД, не стали в Вентус-Про нападать. Ну, не самая лучшая цель, чтобы нападать, все-таки, быстро так. Йол, в лесу, тем не менее, фармит, Седой приобрел себе Мекку, будет теперь хоть как-то полезен с этой командой, но, а Тонг-Фу, УБИ пошли в атаку. Ну, и вот эта венга, эта фармящая венга, абсолютно несуразная венга, которая в 8-й левел, Аркан Тапки и Мекка, да, 1000 КП, да, убить тяжело, но это что-то абсолютно глупое. Ну, кстати, тут волками в лесу палят Йола и Седола, и, как бы, их тоже сейчас не поймали и не убили. Ну, пытаются их поймать и убить, но что-то не получается. Лонг-ДД, кстати, может, наверное, достать, по идее, блин, плюс, так, байт, Рунжа, но почему-то он не хочет даже пытаться его. Ой, как хорошо, еще и подвоем Лонг-ДД, тут же ультимейт он вкастовывает, Седой. И вот он, Блэйд Мэйл, вот он, смотри, как он его спасает, вот же мой. А, ты смотри, Блэйд Мэйл-то фраг сделал, и Седой-то здесь еще и может выжить, нет, не выживать. Седой? Он до сих пор жив, он нет, он умер. Как так? У него же был Блэйд Мэйл. Так, ДЗ, в БКБ убежал, на развороте должен убить сейчас он Диди, убили пока двоих, тут свап года какой-то, что это такое, а он подсайл, это неплохо. Так, тут все, тут, на самом деле, война нормальная, и почему-то кинули в итоге ксяу, хотя могли бы убить и жопу, на самом деле. Он стоял Жотм и щекотал его, поэтому решили, не будут идти. Ну, в любом случае, 3 в 3, не, ну это хорошо для китайца сейчас, этот размен 3 в 3. Ну да, не, ну, бывает дело, что это плюсовый очень размен, потому что, ну, как бы ты проигрываешь, и ты 3 в 3 размениваешься, значит, все более-менее. Ты сделал. Дрока продолжает нас тем временем фармить, вот очень интересно, почему он ничего, кроме Морбит Маски, не покупает. Не, на самом деле, ты знаешь, что, это, если китайцы тут, мы так вроде говорили, что непонятно, лейт, но вообще, если они выйдут тут в какой-то лейт, вот сейчас, если вдруг 3 некра, если вдруг кираса вот этот купит, брестлбек, который там уже подфармливает, у него уже там есть, он. Ну, будет больно. Армор, еще деньги, да, кираса, третий некра, и на самом деле побежит вся вот эта вот машина жирная на тебя, там, Санкинг залетит с ультом, там, Винга, все под аурами, вот этими шмаурами, и та же дровка. Вот ты знаешь, когда волк набегает на дровку, именно когда волка много слотов, эта дровка не может особо ничь. Ну да, ну, нужен опять-таки, конечно, финсгрип какой-то, ну, он здесь есть, но он же не вечен. Ну да, но пока, пока, вертус про хорошее преимущество, они могут сейчас, то есть им нужно сейчас, на самом деле, нагнетать, дальше давить, забирать вот эти все ТВРА на периферии, вот эти ТВ, которые остались, все фармить, и там, ждать Рошана и заканчивать. Ну так это не надо делать. Вот Седой сейчас пытается сплитпушить линию, китайцы бегают в своем лесу, сейчас это вот это вот чудо-трепла, которое вообще вместе ходит всю игру, друг от друга они не отходят. Побежали они вниз, попытается здесь как-то, не знаю, кому помешать, но отдавать фамильяров снизу с боих Бристлбеку, ну, от одного, слава богу, второго не отдал. Нельзя. Ну, перезовет, а, он не может перезавать, но он этого не отдаст, от Дулитинской. Хотя тут Кся подходит, дает вижен, и, да, слушай, фит, фит, фит Бристлбека, который фармит себе, кстати говоря, похоже, что Алибарду. Но надо как-то затыкать дровку, Бристлбеку дали только что трипл килл последней драки, и вот сейчас еще дали ему 200 голды и 5-4-1, так вот, доволен сейчас ДД, денежка у него появляется. Говорит, окей, хорошо, ребята, буду вас убивать. Лонг ДД очень играет как-то, я не знаю, ему надо, ну, блин, это же Сан Кинг, ему надо нон-стоп фармить одному, чтобы Икс Па была, иначе что это за седьмого руня Сан Кинг? Ну, блин, очень слабо, ему нужно. Ну да, двадцатая минута седьмого уровня, там вообще нон-стоп, учитывая, что у него на седьмой минуте был готов блинг, и, ну, блин, опять-таки, они вот этой триплой ходят, друг от друга не отрываются, и... Ну да, Икс Пу делят друг на друга, и в итоге этот Сан Кинг седьмого уровня, ну вот опять, Сан Кинг идет, получается, тут 820-й такой, оп-оп, братан, дай, дай, Икс Пу, мне тоже надо, хотя в 820-м, кстати, Икс Па не особо не нужна. Ну, десятый уровень, блин, нифига себе. У него уже все, у него уже все в порядке, как бы, достаточно. Имеет. Ну, хотя, ладно, ему тоже нужно, конечно, на одиннадцатый, там, ульт очень сильный. Ну, Сан Кинг побольше надо, в принципе, скажем так, потому что Сан Кинг нужны и левелы, и деньги все намного больше. Потому что Сан Кинг, если он там шестнадцатый апнет, соберет какой-то аганим, какой-то вейл, он может там всю команду один положить в паблике, каждый раз такое случается. Опа, Сан Кинг, обычно против тебя, да. Год пока делает лип-аут, конка, сип-шот, залитает Год, он отдавает инвиз, и он получает сайленс, и сейчас поднимает. Не успевает дать инвиз до Мистик Флэр, и на ровном месте, на самом деле, отдача очень-очень плохая, потому что... Блин, ну, вернусь про, я не знаю, я каждый раз смотрю, как они играют, очень медленно игра, вот, обратите внимание. То есть, у них все хорошо, 7500 они ведут, у них пик такой, что им нужно идти забирать товара, ну, как бы, давить. А они просто фармят там свой лес по одному, в итоге, ну, и в итоге их ловят, начинается какой-то фит вот такой вот. Ну, хотя, действительно, пойдите, вы соберитесь, я не знаю, до кучки. Ну, просто метл товар забери, потом верхний забери. Как раз в это время ты там походишь, вофармишь, и будет Рошан, скоро заберешь Рошан, идешь уже рампу. Ну, а в чем смысл, иначе, такой стратой играть? Все так и делают? Опа, Жоу. Ну, Жоу убежит отсюда, его, в принципе, нечем поймать, так-то вошел в шейп-шифт, собрал себе Некрономикон, третий уже, ну, а тут нам-то оставил, появляется УБЗЗ. 21-ая минута игры пошло, и преимущество уже, вот, с 12-ой по 21-ую не менять, оно даже упало, и, в принципе, тоже преимущество упало. Ну, да, да, то есть, совершенно, совершенно не хотят наращивать Virtus.pro свои обороты, хотя у них все есть, все было, по крайней мере, ну, и до сих пор есть. Ну, как минимум, они знают, что это Санкинг, там, седьмого уровня, пофиг на его ульту. Ну, вот, например, в 820 сейчас будет 11-ый, и тут уже действительно можно под проказ попасть так, что, как бы, не выйти из этого. Это очень серьезно. Так, ну что, LongDD тут в лесах. А, ты посмотри, что купил LongDD, GhostSkipter покупает он. Странный, очень странный выбор. Ну, он боится Дрогу, боится Патму, не знаю, Фуриона, вот этих пацанов. Просто там куча тоже магии, на самом деле, Virtus.pro, и вот, все, Virtus.pro заметили Рошана, и это их выход, надо забирать Рошана сейчас идти. Ну, это все, второй Рошан, мог бы быть третий, если бы на первой минуте дали команде ВП этого самого Рошана убить. А, ну, убить бы не дали, ничего страшного. У Жоу, да, третий Некра, ну, кстати, так, получается, относительно быстро, да, так, 20-ый, ну, это такой, стандартный, примерно, Некра на Мико, ну, третий. Да, ничего супер-супер-супер-фантастического снизил, но сейчас подтягиваются убить так же Крашану, и, может быть, будут стараться навязать здесь Драку, и, кстати, неплохое-то место для них, чтобы Драку навязать. Ну, они могут здесь навязать, да, они здесь могут и выиграть ее в определенном раскладе, ну, понятно дело, кто там как скиллы раскидает, ну, вообще, да, потому что, ну, потому что появились третий Некра, как минимум, да, это уже. Они просто побегут вместе с волками там на кого-то и съедят того же Йолу там какого-нибудь, там. Появилось левелы, появилось много чего, появилось, короче, они сами могут Рошану. Вот Сидой сейчас слиткушит, очень хорошо все делает Фурион, надо, да, вот они заходят. Да, и сами тут убивают Рошана, они очень быстро убьют, тут сейчас будет замес. Стрела, стрела залетает с Некра на Мико, у нас Сын Кин копнул две иллюзии, заходит БЗЗ, дает Саленс подвоем неплохой, Сидой залетает в самую-самую толпу, и надо сберевать Жоу очень быстро. Жоу сбилили после включенного БКБ, но БЗЗ здесь может погибнуть, ему надо отъедаться каким-то чудом. БЗЗ в инвизе, умирает БЗЗ, но Дидит тоже должен погибнуть, да, Дидит тоже погиб, два у нас размен. Тут замес-то продолжается, и тут выигрывают, на самом деле, его там фунт, судя по всему. Правда, выкупаются, вот, Блэтмейл, давай, хорошо. Ну, это минус три в исполнении Виртуз Про, три байбэка от ВП, пока размен три в четыре, год пришел, год будет пытаться поубивать всех, закрывает вся Уэйта, и это Тим Вайп в исполнении ВП. Вот так вот, но это пик-пик. Это Тим Вайп в исполнении обоих команд, да, просто Виртуз Про все повыкупались. Ну, зато они могут забрать Рошана, и они его заберут, и это, кстати, наверное, правильный мув был от них. Ну, наверное, да, потому что Сидом сейчас, ну, трудно сказать, но, как в графике, показывают, что не совсем правильный Сидо их полетел, хотя выкупаться тут никто не будет. Ну, Сидому надо немножечко еще потолкать линию, сейчас только появляется Ликантропа, и Сидому надо бежать, потому что он понимает, что его, скорее всего, убьют. В любом случае, ВП трое выкупились, они забрали Рошана, они выбили Гем, который до сих пор здесь валяется. Не, Гем, Гем выбили они, ну, короче, это Гем Виртуз Про, его выбили, да, его выбили Танг Фу, но потом его вернули просто себе Виртуз Про. Сами же потеряли. Да, графики мы видим в сторону команды Танг Фу показывают, ну, по экспертам. А, не, ну, потом они обратно, слушай, посуда. Ну, да, да, после Рошанчика, да, и после того, как добили двух последних. Да, 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 ну, непонятно, непонятно. Ну, наверное, на самом деле, наверное, практически ни в чу не пользу, потому что 5 в 5, 3 байбека, но зато Рошан, там, и Аигас теперь. Вообще забавно 5 в 5, да, разумеется. Резко бывает. Я помню, у нас когда-то, когда Альянс играли на Старладере против команды, забыл, против Бигнума и Чоми, да. Ну, Бигнума и Чоми, да, 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 Освик Гейминг или какая-то такая. Это 10 человек было мёртвые, вот это вот в чате сидели, общались. Я помню, да, это где там Сверн просто рубит всех, добивает последнего, выключает омлет или что-то типа того, его зомбик убивает. Вот это стамбы и всё. На самом деле, посреди драки, посреди драки ещё этот, как его там, Бристлбэк забрал всех птиц, визажа, он поднял, кстати говоря, кучу голды с этого. Прямо перед смертью, вот он прям забрал всех птиц и умер в этот момент. Ну, тоже 500 голды, на самом деле, просто так упало на человека. У него там с деньгами всё в порядке, есть Алибарда, есть у него, мы едим, плейтмейл, вангвард, 130 голды и ПТ. В курице, что у нас летит, в курице летит для Жоу Угрклаб, Жоу делает себе БКБ. Мне показалось, что у него уже было БКБ, кажется, не было у него БКБ. У Седово уже есть БКБ. БКБ тут не самый, ну, нет, БКБ часто, как бы, всё равно нельзя недооценивать, но он не самый нужен. Тут всё-таки очень нужна Кираса, я не знаю, почему никто Кирасу не делает. Кираса очень бы помогла, и Танкфу здесь в драках в этих всех. Плюс арморы, минус арморы, всё очень полезно. Не хотят, не будут. Да, ну вот мы видим, что уже и преимущество ОБЗЗ над тем же Жоу, над Диди, уже маленькое. Если это было 3,5 тысячи, то сейчас копеечное преимущество уже осталось. Меньше, чем полтыщи. И что сейчас делать? Лонг Диди где-то один стэпнул, он теперь уже действительно поопаснее становится. Так, ну что делать? На самом деле ничего не изменилось. В Virtus.Pro нужно идти и поддавливать товара. Да, ну как это делают люди этой стратегии? Ты берёшь чужую стратегию, ты, псоизволь изучить, как бы смысл её. Смысл в том, что ты можешь подходить к тавру, занимать позиции, у тебя много всяких пеньков. Шпеньков, о, слушай, ну пытает на Жоу, у него нету... Ой, Лол, у него нечем проесть, что ли? Нет, чем проесть. Ну, и его нечем застанеть просто. Его нечем застанеть, нечем проесть. Сидой БКБ, конечно, включил хорошее. БКБ, ты смотри, закрыл Дидиди, ну и надо птички садить Дидиди здесь надо убивать. Ничего, не понимаешь, что Дидиди, я не понимаю. Я тоже не понимаю, что делают УБ вообще, их просто расстреливают. Я бы не понял, как они по дебильному ворвались, и вся УЭ здесь, что умер. И Дидиди с ультами летает БЗЗ. Ну да, БЗЗ забрал, но это Аэгис, там сейчас погибнет. Это всего лишь Аэгис, да, у Года, кстати, тоже заканчивается. Лол, ну это такой фид вообще! Да, это эпический фид, и более того, против такой староты, которую у ВП нельзя так видеть, потому что сейчас ВП заберут, по идее, ну, в одну сторону, да точно. Слишком большой ДПС тут. Да, тут нельзя пускать, правда, стоит фамилиар, только один толстый. А, нет, вот три новых перевызвал Йол, и очень быстро он сейчас ими даже не бьет ничего, чтобы у них было 10 плюс 106. Это УБ, на самом деле, нафидил собственной персоной, он просто, ну, убегал уже Жоу, просто в волке, но он в Диди решил ворваться и... Ну и дальше пошла уже, поехала. Подраться. По накатной Диди, Диди, не надо подставляться, потому что если сейчас умрет Диди, то, наверное, можно будет вообще закончить игру. Ну, нет, мы должны уйти минус вид и уходят в рту скоро. Отлично. Ну да, уходят спокойно, Ксяо, правда, пытается, кто-то слапнет, но сейчас он кого-нибудь слапнет, он еще раз, они еще раз все умрут, мне кажется, и вот на этом игра точно может закончиться. Вот фамилиар, два фамилиара осталось, и вот минус птички, а птички на кулдауне. Это печаль. Ну да, это неприятный момент. Две минуты без птичек, это печаль. Ну, по крайней мере, я думаю, две минуты виртуз-про вряд ли куда-то будут собираться, скажем так. Да, да, да. Они просто будут сейчас, наверное, фармить, идти, ждать еще одного Рошана. Хотя, на самом деле, нужно им просто сейчас идти. Ну, закупаешь арты, ты ведешь очень много, только что выиграл просто очень много. Закупаешь арты, идешь просто пушить в стороны. При том, что у них есть куча БКБ, их там очень тяжело подловить. Можно просто уходить с БКБ, если что. Можно сплит пушить, как делает это Клауд Найн. Знаешь, там они с одной стороны, а птички пушат в другую сторону, и они по Тауре винги залетают. Ой, по Тауре. Трокси начинают ломать просто эту, вышку. Так, Клауд Найн в каждой второй игре побеждают. Ну, как, немножко крысодотка получается. Даже не немножко, так серьезно крысодотка, я бы сказал. На любом секре. Секунд сейчас у нас на нижней линии продолжает сплит пушить. Появился у него Мелл Штром 4-4-12 стата у Седова. У БЗЗ 6-8, увидим, 4-200 голды есть. Немного энчетов тут можно пофармить. Не знаю, что там, надо покупать БЗЗ. Жоу тоже, кстати, фармит. Слушай, это не БКБ, это Алибарда. Это вторая Алибарда? Ну, я не знаю, нифига они не покупают Алибарду, учитывая, что Вирту Спорт у всех БКБ, у всех поголовок. Ну, и они все равно там расстрел такой с разных сторон идет, что ты всех не заткнешь вообще. Ну, да. Попадаешь, тебя просто расстреливают. Ну что, пошли в ОЛЛИН, ОБАПУ, будут Ток пытаться забрать? Я не знаю, что они делают. Я не знаю, что они делают, но их сейчас тут убьют, либо здесь, либо там, и заберут просто в сторону тоже. Ну, короче, ладно, все посмотрим. Ну, вот смотри, вот, подмага ЛАИН ВИЗ, тем временем, снизу активно ГОТ пушит Тауэр, и сверху УБИ просто уходит. ГОТ продолжает. Ну, это если они смогут уйти, им сейчас еще могут позбивать здесь ТП, но Хигсал чудового нет, потому что у него есть БЛЕЙДМЕЙЛ, БКБ и Мэйлэшторм, поэтому все улетают. Я думаю, ты просто скажешь, что у него есть БЛЕЙДМЕЙЛ. Нет, БЛЕЙДМЕЙЛ все-таки это не ХЕКС, но, знаешь, БЛЕЙДМЕЙЛ и Мэйлэшторм, это уже, я считаю, ХЕКС. Можно было купить. Ну, типа да. И тогда люди бы от тебя так не улетали, просто смотря на тебя и смеясь тебе в лицо практически. Ну, на топе Тауэр поцарапали немножечко ОБИ, но, правда, ГОТ снизу практически столько же ХП забрал у Т3 Тауэра китайской команды. ГОТ, кстати, купил себе Гиперсоун, сейчас будет в нем Йолнир. И, блин, Даггер появляется у Бэйна. 30 минут игры прошло, Виртуз ПРО ведут 15 тысяч по деньгам, 14 с половиной тысяч по ХП, все понятно. Пойти и закончить. Ну да, надо идти и заканчивать. Виртуз ПРО не любит ходить и заканчивать. Они вот, ну я прям не знаю, я каждый раз смотрю, но настолько медленная какая-то игра, и сейчас еще кто-нибудь умрет. Вот ГОТ прям справа, сейчас бы его какой-нибудь Сен Кинг бы там вместе с Вингой, да, были бы поближе, убили бы просто. Ну и старые могли бы не выпустить элементарно. ГОТ там уже умирал. Да, он там уже не так давно умирал. Так что... Будьте осторожнее. Опять-таки... Ой, его дропнуло. Всех подропнуло. И только его дропнуло. 277 тысяч, вспоминаем призовой фон турнира. Ну, китайский ланд, Perfect World Zemira, это вообще очень сложный такой момент, что у них там постоянно лаги-пролаги. И так далее. Спрашивают, как дела у Virtus.pro на Starladder. Ну, зайдите на сайт, посмотрите. У Virtus.pro всего 8 игр сыграны на Starladder, и у них там последние дни, у них там бешеное расписание после возврата из Китая. Три раза проиграли, пять раз выиграли. Шансы, наверное, на финалы есть, и очень неплохие. Там шансы есть у всех сейчас. Фактически. Ну, да-да-да, там какой-то такой опасный сезуар. Ну, да, где все всем проигрывают, нет вообще ни одной команды, у которой, ну, было бы прям все, там, очень хорошо. У всех там по два, три, ну, там, типа, по три, по четыре поражения. Ну, типа того. У LUNAVY четыре поражения, у Cloud9 пять, у Empire пять, у Alliance четыре, у PR шесть. Короче, меньше, чем четыре поражения у Team Tinker два, у Secret Team один, у Fnatic один, но они сыграли три игры, и у Virtus.pro три, все. Вот у четырех команд, у которых меньше четырех поражений. У всех остальных нам приплеили. Ну, да-да-да, да, тут реально. Блин, я насчет Team Tinker удивлен, они мне так не нравятся, как они все делают. Я смотрел столько этих... Их матчей? Ну, игр, да, разных их там, на разных турнирах, они, ну, фиг знает, короче. Но почему-то они топ-11, вот, на StarLadder, как-то так выходит. Ребят, пока у нас пауза, и пока там чинят интернет двум игрокам Virtus.pro, я вам напомню, что вот прямо сейчас на нашем канале StarLadder 4 начинается трансляция очередного дня StarLadder SEA. Там сейчас Vitya GotHunt в эфире, и сегодня там огромное количество матчей. Там MSI против Mineski сначала будут играть, потом Arrow будет играть против филиппинца. Дальше у нас там будет... Ну, кстати, много там, пять матчей, но самая решающая игра это то, что сегодня в 14.30 будет играть между собой команды, которые занимают первое и второе место. Будут играть Титаны против Johnny's Revenge, то есть, ну, Титаны против там бывших, грубо говоря, UFC, и так далее. И победитель этой пары, скорее всего, на 90% гарантирует себе первое место в Азии и, собственно, слот на ландфиналы. Так что смотрите, четвертый стрим, еще раз напомню, трансляция уже пошла. Можете включать. Витя там будет мучаться на азиатских матчах. Витя отрабатывает у вас отрабатывает по полной за троих. Да, ну, вот сейчас что-то... Мне кажется, сейчас Год вернется и как психанет, как нападет на Диде и их, короче, жодом тут убьют. Нет, ну это же не Бестов... Ага. Ну, было бы это Бестов 1, было бы норм. Да, было бы совсем норм. А так надо будет еще... Угу, ну... Да. Мне тут скидывают прекрасные фотографии, как человек сидит на уроке, там, учителю доски и так далее. У него просто стоит планшет, на нем дотка. Все как положено. Да, смысл вообще сидеть там и слушать учителя, если есть дотка. Конечно, ребят. Это же самое интересное. Это именно дотка. Или Чемнат Мира по Лолу, или еще там что-то такое. Какие там уроки? Да, вот две вещи, дотка и Чемнат Мира по Лолу. Да, да, да. Ну, еще пиво иногда. Не рекламируют для школьников. Да, но школьники же в школе, они меня не слышат, они же без звука смотрят. Вообще, ты так подумаешь, что не рекламируешь? 18+, им все, нельзя покупать. Ну, типа, да. Кламирую, не рекламирую, они же не купят. Ну, типа, не купят. Типа, не купят. Да, 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 да. Меня как все время спрашивают в последнее время всяких... Меня зовут всяких, знаешь, на телеке где-нибудь делать какое-нибудь интервью. И везде спрашивают по поводу этого. Мол, ну вот, есть жестокие игры там, которые дети, их играют и тоже становятся жестокими. Там, игры не для детей. Вот я все время спрашиваю, мол, в ответ, а почему в игры не для детей дети играют? Ну, то есть, чья это проблема? Там же тоже 18+, написано. Это может быть родители? Или там, не знаю. Не, ну это абсолютно логично. То есть, как бы, а претензии к тому, что по телевизору показывают вечером, там, по Россия 2 разнообразные дебильные фильмы с какими-то Стивенами Сигалами, да? Где кровь кишки и так далее. Это нормально, да? То есть, там двойные стандарты, двойные стандарты. Можно еще покликать, там, где-нибудь во всем найти порнуху какую-нибудь. Это вообще есть. Мол, тоже там после 11, да, все, 18+, типа, дети до 18 уже спать должны якобы там, да? Почему-то никто не... Ну, короче, ладно. Это все такое. Игра начинается. Да, ну мы ждем, да, вот. Хватит вам показывать китайских комментаторов. Давайте лучше посмотрим на игру. Итак, БЗЗ решил купить себе Баттерфляй. Окей. Кираса появляется у Йолы, кстати. Ого, а вот это, кстати, плохо. Да, и вот у Йолы есть Кираса, а у Тангфу нет Кираса. Это их ошибка. Могли они уже иметь кто-нибудь. Мог бы нафармить. Ну, тот же. Короче, Йол лучше, чем Тангфу. Это похоже на то. Все просто. Ну, пока все выглядит именно так, потому что 15 тысяч по голде и по экспе все так же присутствуют. Ну что, надо собираться идти на нижнюю линию. Я не понимаю, что они ждут. Ну, хотя вот он, 17 секунд. Ну, это прям счастье для Виртуз Про. Через 17 секунд появится у нас Рошан. Да. И надо его забирать. Везет, везет. Везет на скорости. Иногда бывает, что все 11 минут ждешь. Короче, Йол опять потерял два фамилия. Где? А вот здесь вот просто. Вот просто туда ими полетел, и у него остался только один. Ну, да. Это плохо. Это плохо, но 45 секунд будут новые фамилиеры. Кстати, Рошан есть. Йол уже его даже побил на 1000 кп на 500. Седой в лесах пытается что-то нафармить. Не знаю, я не думаю, что он будет делать второй мьелдер. Или будет делать второй мьелдер. А почему бы и нет? Два мьелдера, это ж не две мяки. Ну да, нормальная тема. Тем более, что сейчас только один мьелдер имеется на карте. Не, ну мьелдер это больше твой личный ДПС. Все-таки они там какая-то... Эти ж молнии, они же стакают. Это ж не так, что, мол, прыгает одна молния, значит, что вторая не дамажит. Или как-то так. Винга, Блингдаггер и есть вторая алебарда у команды Тонгфу. У Тонгфу, блин, вот даже если посмотреть на шмотки через F5, ну все какое-то защитное. Вангварды, Ривери, две алебарды, Владмир, Гасты. А убивать че? Да, не особенно, конечно, Блингдаггер. На туре на целую команду нет ни одного артефакта на дамаж. Вот на целую команду, ни одного. Хоть догон купите, да? Ну серьезно? Ну, смотри, ну если по Т не считать, да? Там алебарда, Владмирс, Некра. Тут алебарда, Ривер, Вангвард, Плейтмейл. Там Форстаф, Аркантапки, Гем. Тут Даггер, Тапок, Госкепитр, Бразер. Там Мека, да вот это шутка что ли? Ну да, где башер на волке, да? Ну что-то типа того. Ну потому что так же игры не выигрываются. Ну вообще так говоря, да. Нет, игры не выигрываются, когда Винга, типа Кэрри, которая фармила какую-то шляпу всю игру и Фидела на 30-е минуты покупает Блинг. Вот так игры точно не выигрываются, потому что я не знаю, зачем ей Блинг, что она хочет с ним сделать. Не знаю. Как это реализовать, она планирует. Кого-то куда-то загнать. В любом случае, появляется у нас Баттерфляй, появляется у нас Мьелнир у Года. И вот Седой, правда, ничего не купил, но в любом случае идет, наверное, попытка последний пуш устроить. И у птичек дэмэдж под аурой 10 плюс 227. Что? Ну сейчас они долетят, смотри, когда до дровки. Ну или когда дровку включат ауру, будет видно. Сейчас 10 плюс 154, а так 10 плюс 227. Вот, 10 плюс 227. Видишь, включила дровка ауру. Вот, правда, улетел сейчас отсюда куда-то седой. Да блин, да хватит. Вертус про, хватит, пожалуйста. 10 плюс 227. Это же просто забей. То есть, просто 700 дэмэджа с одной плюхи у фамильяров. Да, забей, да. И при том у них по 10... Три атаки в секунду. Три атаки в секунду. Ну да, и с каждой атакой просто на 30 меньше урона. То есть, ну, 700, потом 670, там 640. Ну, это карно 2000 дпсов, как ни крути. Довольно много, довольно много, прямо скажем. Ну вот. Свафф, вот так вот, БЗЗ. И Аегис чуть не потерял БЗЗ сейчас. Отбежал в БКБ, Диди закрыли, птички сели на него. Пошел расстрел Диди с лонгрэнжи. Диди выживает. Нет, Гот тут не отпускает. Залетает, короче, лонгрэнжи. Кстати, очень неплохо, но Юр съедает сыр. Аегис сыр спасает от Виртуз-кро, на самом деле, от проигрыша драки, потому что... Ну, и Ксяоичис тоже погибнет. Годом, правда, он за собой забрал, но это 3 в 1. Птицы по-прежнему целые, и надо заходить на хай-граунт. Ну, вот ни в коем случае нельзя сейчас останавливаться. Надо просто донести Т3 тава, начинать бить бараки. Да, да, да. Но они как-то тут стоят с лоу-граунт, да как-то так боятся. Чего вы боитесь? Ваши больше на одного. Да, Готов, что они боятся, я не понимаю. У них же... Закрыли жоу, расстреляйте его, этого жоу. Заслипали лонг Диди. Все, в чем проблема? Изи мани, просто. Да, и тут нет проблем, где-то заходи, ты бей. Очень-очень. Терпеливо играют. Конечно. Так, Насинова напали, в том нет БКБ, забежал сюда, жоу, влез. А ПЗЗ, ПЗЗ, гад, ты танкливает двоих. Минус 2, и расстреливает нам еще Петуха, и жоу тоже погибает. ГГБ 1-0, браво! Ну, в Танкфу АБ смотрится, прямо скажем, средненько. 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 Ватт и ваттные, и лонг Диди какой-то ваттный на этом санкинге. Ну, нет, ну, пацаны решили как-то сыграть как-то вот по-странному. Я не знаю, почему они так решили сыграть. Там он показывает сейчас Virtus.pro, зашел дайвер к ним, Сидой уверенный, Сережа. Сережа, он специалист по Китаю, так что он может там, может рассказать, может сказать. Ребят, я тут опыт.